Меня зовут Мария Бредельва. Я занимаюсь тестированием более 10 лет. Всякое бывало. И в настоящий момент работаю в компании United Traders. Я занимаюсь ручным автоматизированным тестированием. А нас? Мы финтех. И мы работаем полностью удаленно еще до 2020 года. В финтех звучит страшно. На самом деле это просто набор микросервисов, несколько фронтов для них и куча интеграций с внешними сервисами. Сегодня я хочу рассказать об опыте использования нашей командой технологии фичи-флаги в формате Blitz-доклада. И поскольку второй мой интерес после тестирования и уровень квалификации в силу наличия 4-летнего ребенка – это маленькие пони, то сегодня они будут помогать мне иллюстрировать мой доклад. Ну, собственно, как все начиналось? Где-то полтора года назад мы сидели с нашей командой на ретро и рассуждали, ну, у нас разговор так ушел, как бы хотелось жить, что нам не нравится, и какие у нас есть фантазии из страны пони и радуги, чего бы нам хотелось. Что сейчас? Большие фичи тормозят релизы маленьких, а хочется релизиться часто. Хочется решить проблему с тем, что внешние интеграции не протестируешь нормально на тестовых средах, потому что не дождешься от людей адекватных тестовых площадок. Хочется, если баги с этими интеграциями выкатили на бой, откатиться быстро. Ну и не хочется поддерживать кучу веток и связываться с их мержами, когда кто-то что-то делал месяц со своей, а потом пришел с ней мержиться в девелоп. И тут мимо пробегал наш CTO и сказал, а вы пользовались фичи-флагами? Мы попробовали. Забегая вперед, скажу, нам понравилось. Что такое фичи-флаги? Фичи-флаг — это некая настройка, которая позволяет изменить поведение системы, не меняя кода. Где-нибудь в конфиге делаете что-то и видите что-то новое. Соответственно, в коде это выглядит как if-оператор. Если менеджер фичи-флагов вернул им условие true, делаем действие. Как это может быть задано? Ну, например, в конфиге. В конфиге понятно. А если речь идет о отображении веб-страницы, то в параметрах КТП-запроса. Передаем там вопросик. My flag равняется true. Поведение страницы меняется. Редкий, но применяемый случай. В базе данных. И даже есть специальные менеджеры для управления флагами. Открываете красивый GUI, видите там их список, их значения в различных средах. Я, к сожалению, не работала ни с одной, поэтому не привела примеры на слайдах. Вдруг я посоветую, а они не очень. Но все гуглится. Есть платные, есть бесплатные. Что особо удобно на практике, можно же организовать у себя некую иерархию этих параметров. Например, в конфиге у вас флаг выключен, а в КТП-запросе вы можете передать параметры включено. И тогда все пользователи не увидят эту новую фичу, а вы лично увидите. Удобно для автотестов. Не надо пытаться перезапустить сервис, переопределить на лету его конфиги. Вы просто по двум урлам проверяете два разных сценария. Для чего все это надо? Для массы полезных вещей. Очевидное. АБТ-сты. Все знают про АБТ-сты, на всякий случай скажу. Часть пользователей видят одно поведение, часть другое. Специально обученные люди сравнивают их, где больше регистраций, где больше заказов, где больше времени пользователь провел на сайте, принимают решение о том, что нам больше нравится. Канарейчные релизы. Практика применяется чаще, чем употребляется термин. Это берет свое происхождение с тех времен, когда шахтеры брали с собой канарейку, и если канарейчика умерла, шахтер успевает спастись. Соответственно, после релиза мы назначаем кого-то этой несчастной канарейкой. Это может быть тестировщик, это может быть бизнес-заказчик, может даже живой пользователь, которому повезло или не повезло, зависит по ситуации. Если эта канарейчика выжила, мы объявляем релиз успешным и включаем фичу для всех пользователей. Самое интересное и классное. Картинки с понями не было, поэтому есть по существу. Организация ветвления в стиле trunk-based development. Что это такое? Классический подход. Одна фича разрабатывается в одной ветке. В зависимости от нашего процесса, тестировщик тестирует эту ветку или ждет мержа develop, но факт. Писали, 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 дописали, смержились. Trunk-based development говорит нам, что в одной ветке разрабатывается одна таска. Одна таска в баг-трекере, которая хорошо декомпозирована и занимает не более двух дней разработки. После чего она мержится в общий ствол. И мы не имеем проблемы с необходимостью поддерживать актуальность кучи веток. Вопрос. А что делать, если наша большая-большая фича не бьется логично на двухдневной таске? Как мы можем полфичи зарелизить? Пользователи увидят недоделанное. А тут нам на помощь приходят фичи-флаги. Мы фичу заворачиваем в флаг, выключаем его на бою, тестировщик все тестирует, пользователей ничего нужного не видят. Собственно, технология фичи-флагов и делает возможным применение подхода Trunk-based development. Без фичи-флагов она не работает. Ну и дальше довольно тривиальный кейс разграничения прав доступа пользователей. Допустим, платные пользователи на день раньше других получили волшебную ссылку с включенным фичи-флагом, а потом это стало доступно всем. Если все так прекрасно и радужно, почему все еще этим не пользуются? Что может пойти не так? Много что. Случай из личной практики. На утреннем дейле мы обсуждаем. Да, разработка по этой фиче закончена, можно выпиливать флаг. Разработчик сказал, можно выпиливать, но он еще ничего не успел сделать. Человек, который занимается администрированием конфигов на бою, слышит его, говорит, да-да-да, можно, бежит, выпиливает, и с сайта пропадает раздел. На наше счастье раздел был информационным, но это было так отрезвляюще. Мы впечатлились и постарались больше так не делать. Если мало драмы, то ее есть у меня. Жила-была. Ключевое слово «была» одна финтеховская компания в несколько десятков раз побольше нашей. Не буду называть ее название, но вот по ссылочке вы можете почитать или спросить меня после. У них было много разных сфер деятельности, в том числе они были брокером, который выставляет заказы пользователей на Нью-Йоркскую биржу. И вот однажды в 2012 году они решили изменить алгоритм выставления этих ордеров. А у них в коде уже была старая функция, которая делала то же самое, но которая вышла неудачной, и они решили ее не пользоваться. Фича была завернута в фичи-флаг. Фичи-флаг был последние 8 лет выключен. Код не тестировался. И вот в рамках разработки нового алгоритма они решили заменить старый код на новый и управлять его тем же фичи-флагом. Разработка была проведена, а дальше как в сказочке просто. На один сервер выкатили, на другой выкатили, на семь выкатили, на восьмой забыли. Включили фичи-флаг, и на этом самом восьмом сервере запустился старый код восьмилетней давности, который никто не тестировал в 8 лет. Ладно бы он просто не работал. Он начал бесконечно размножать заказы пользователей. Компания теряла 200 тысяч долларов в секунду, и деньги закончились за 45 минут. Вот так вот можно замечательно применять фичи-флаги. Ну и в принципе посмотрите на два куска кода. В одном у нас есть иф-условие, в другом нет иф-условия. В одном мы создаем технический долг, который потом должны убрать из кода, в другом нет технического долга. Что с большей вероятностью сломается? Что сложнее тестировать? Ну, что, где больше работы тестировщика, разработчика? Ну, очевидно, это все про правый вариант. Возникает вопрос, зачем люди эти пользуются, если эта технология позволяет разориться за 40 минут, если она создает только проблемы. На самом деле, если прочитать про фичи-флаги на дискуссионных площадках вроде Хабра, там будут, ну, полярные мнения. От обожания, да-да, все так гибко, все так легко настраивается, мы так быстро релизимся до крайне негативного. Мы не понимаем, как работает наш бой, любая уборщица может прийти и переключить флаг, а нам с этим жить. На самом деле, ответ простой. Это сложный в применении инструмент, который надо применять с умом, которым надо учиться пользоваться. И расскажу о некоторых принципах, как им пользоваться, которые сложились у нас. Первое, очень важное. Если вы пользуетесь этими самыми фичи-флагами, вы должны знать их в лицо. Просто вот как деточек родных. Ну, вся команда должна быть в состоянии вот прямо сейчас ответить на вопрос. Вася, какие у нас сейчас в нашем проекте используются фичи-флаги? И в каком они состоянии? На тестовой среде и на бою? Ну, или хотя бы знать, куда за три секунды посмотреть, чтобы об этом узнать. Например, если вы в офисе, то на вайтбарде. А если вы удаленная команда, то в вики, которые все пользуются, ну, реально пользуются, они используются как склад ненужной информации, или в пине общего чата, в котором вы общаетесь. Дальше. Тестировщик. Если ты пользуешься фичи-флагами, не забывай проверять состояние выключено, иначе пользователь может увидеть торчащие кишки из вашей поняшки. Вот. Собственно, фичи-флаги нам нужны для того, чтобы у нас была возможность безопасно откатиться к тому, что работает. А если у нас нет безопасного состояния, то нет смысла всем этим заниматься. Третий важный принцип. Не плодим множество состояний. В чем неприятность фичи-флагов для тестировщиков? В том, что там, где раньше было одно состояние, их возникает два. А если флагов два, то у нас четыре состояния. Ну и дальше два в степени n. Соответственно, если флагов три, то состояний уже восемь, и почувствуете драматическую разницу между числами четыре и восемь. Поэтому рекомендованное число одновременно используемых флагов на проекте — это два. С тремя можно выжить, но уже сложно. А с четырьмя не пытайтесь. О, забыла сказать. А еще же можно сделать зависимые флаги. Мало того, что состояний много. Пусть они будут зависимыми. Пусть у нас один флаг включает отображение страницы, а второй включает отображение на ней какой-то кнопочки. Если увидите, как разработчики пытаются это сделать, кричите им «Остановитесь». Ну и дальше. Важный принцип. У флага должен быть определенный жизненный цикл. Кто его заводит, кто его включает, кто принимает решение о том, что он остается с нами навсегда, и главное, кто и когда его удаляет. Потому что если вы не будете удалять, вы в один прекрасный день можете запустить на вашем сервисе код восьмилетней давности, который сливает по 200 тысяч долларов в секунду. Для тестировщика еще один важный принцип. Практика канареечных релизов может расхлябать вашу команду. К вам будет приходить менеджер и говорить, давай выкатим это быстро, если что, мы потом откатимся. Ну, это же сложно проверить на бою. Ну, мы же посмотрели. Давай, давай, релизимся быстро. Иногда это действительно оправдано. Иногда, ну, да, там у бизнеса что-то горит, а бизнес вам деньги платит. Но важно сохранять критичность мышления и понимать, когда этот риск действительно того стоит, а когда вас втравливают в какую-то авантюру. Не сказать грубее. Это будет ответственность тестировщика. Вы последний гэндальф, который стоит на мосту и кричит «Юшел над паса». Последний принцип, который мог быть также и первым, и на самом деле именно с этого слайда в презентации появились поняшки. И говоря о котором, мне сложно не использовать слова «магия дружбы». Дело в том, что все вещи, о которых я говорила раньше, они сильно завязаны на человеческое общение, на коммуникации в команде. Люди договорились и сделали. Человек включил флаг и не забыл об этом сказать. Если у вас процветает тоскобол, подход «я начальник, ты дурак», если вы стесняетесь задать вопрос, потому что скорее всего вам ответят, мы это обсуждали раньше, иди в документацию, отстань, не мешай работать. Если регламенты вашей работы – это то, что вам навязано сверху и усложняет жизнь, а не то, до чего вы договорились, то, что помогает вам. Фичи-флаги приумножат ваши проблемы, а не решат их. Ну и подводя итог, технология интересная, технология полезная не всем, имеет свои плюсы и минусы. Минусы – работать придется больше. Плюсы – вы сможете спокойно спать по ночам, зная, что продукт, который вы сделали, стал более качественным, и даже если в нем возникли какие-то проблемы, ночной саппорт запросто все откатит. Пробуйте новое, задавайте вопросы. Вопросы? Добрый день, спасибо за доклад. У меня есть такой вопрос. Фичи-флаг – это хорошо. Мы выставили, мы контролируем, написали, к какой момент, как его включать. А если у нас получается таким образом, что есть несколько компонентов, и фича, она внутри каждого компонента должна прокидываться, то есть получается у нас один флаг, который в каждом компоненте включает определенную фичу. И вот как тут контролировать, что, например, мы один в одном компоненте включили эту фичу, а в другом забыли. Мы можем это не заметить, не отследить, и у нас фича, она вроде как где-то появится, например, на UI что-то, а в бэкэнде не будет включено. То есть вот как с такими ошибками работать? Ну, это, в принципе, речь идет о сложностях интеграции, которая один из самых сложных моментов для разработки и для тестирования. И, возможно, просто в такой ситуации не надо решать проблему фичи-флагом. Потому что у нас опять ситуация, там техник на этот сервер выкатил, на этот сервер выкатил, на восьмом забыл. Возможно, здесь действительно это должна быть другая технология, и здесь ее применять не стоит. Опять же, если у вас не такая замечательная организованная команда, которые точно, точно это смогут. Мне кажется, интеграционное взаимодействие нескольких компонентов это как раз слабое место технологии фичи-флагов, и там надо это применять только если вот прям уверены на 200%. Спасибо. Есть вопрос онлайн. У нас на бэке примерно 15 фичи-флагов. Как убедить команду, что это боль, особенно для тестирования, и старые ненужные фичи-флаги должны умирать? Пришлите им ссылочку на хабр, которая есть на слайде про Night Capital Group. Меня просили не говорить название. Хорошо, еще один вопрос. Спасибо за доклад, Мария. Меня зовут Алина. Вы сказали, что флагов должно быть максимум два. То есть с четырьмя уже жить нельзя. Если фичи в разработке в один момент больше, ну и в тестировании, соответственно, как это решается? То есть на них не вешаются флаги, или флагов становится больше, или как? Ну смотрите, у нас, допустим, фичи-флаг соответствуют эпику некому. То есть группе фич, отвечающих за большое, прекрасное, светлое, которое мы делаем для пользователей. И да, там, где можно обойтись без них, мы стараемся обходиться без них. То есть маленькое количество – это сознательная позиция, за которую надо бороться. Надо тот принцип, когда меньше, лучше. Хорошо. Понятно. Спасибо. Последний вопрос. Спасибо за доклад. Интересно, какая у вас команда? Сколько тестировщиков, сколько разработчиков? У нас… Сейчас посчитаю. Три бэкендера, два фронта верстальщик и два тестировщика. И как часто у вас выходят вот релизы? Вот сколько занимает вот какой-то эпик выпустить? Релизы у нас выходят два раза в неделю. Теоретически можем чаще, но это просто сложившийся ритм. Эпики, ну, сильно по-разному. Ну, от недели до нескольких месяцев. А вот эти маленькие фичи, которые выходят вот как бы чаще, они не покрываются фича флагами, да, получается? Да, маленькие фичи ими не подключаются. Только если это что-то большое, существенное, то, что надо проверять на пользователях, то почему мы можем принимать решение включать это, не включать. Вообще, если вернуться назад, у нас на уровне бизнеса есть такой подход, что каждый большой эпик, он проходит через принятие этой гипотезы бизнесом. Он реализовывается в качестве MVP, после чего есть критерии, по которому его признают успешным или нет. и если он успешен, то после этого из-под него планомерно вышибают костыли и делают его большим и красивым. Вот на больших эпиках используются фичи-флаги, а если он признан успешным, то тогда уже он убирается, убираются все дёти-хаки, и всё постепенно выравнивается и обкладывается автотестами, и украшается. Ага, у вас, получается, есть ещё и автотесты, которые, да, учитывают? Как правило, в автотестах мы не пишем сейчас на фичи-флаги, просто на новые фичи мы пишем тесты, когда они признаны успешными, и когда фичи-флаг уже выключен. Ага, понятно, спасибо. Ну, в смысле, не выключен, а, я говорила, убран из кода. Разработчики. Разработчики. Спросили, кто принимает решение убрать фичи-флаг. Разработчики в рамках планирования задач. Есть процедуры, в которых анализируется бэклог, в него заводятся новые задачи, из него что-то берётся в разработку. Вот в эти моменты мы накладываем в бэклог новые задачи на разбор тех долга. Футболка за лучший вопрос. Про интеграцию. Это очень больная тема, и все тестировщики любят интеграцию. Спасибо. Спасибо.